На зачетный период сделано 5 941 квадратных метров, что составляет 2% от общего объема. То есть на этой неделе мы посмотрим, если у нас не будут в сторону увеличения объема работ, скорее всего вопрос поставим о расторжении договора и в последующем будем заключать договора с теми организациями, которые работали в прошлом году. Если говорить в общем, то на сегодняшний день у нас выполнено 36 371 квадратных метров, что составляет 3% от общего объема. В прошлом году, когда начинались только контракты по ПАКОСу, у нас была статья о том, что сильно мы сомневались в возможностях ИП Зайцевой из города Саратов, который занимается вообще пошивом обуви или одежды какой-то или игрушек, в возможностях ПАКОСа. И как сейчас практика показывает, то действительно они отстают достаточно серьезно от графика, и это видно невооруженным глазом. Какие, может быть, нет смысла ждать нам вот этот год, почему жители должны страдать, есть ли какие-то возможности у вас расторжение контракта, если неоднократно он будет нарушаться? У вас хороший вопрос. Дело в том, что просто взять и расторжать контракт не получится. Необходимо сначала составить акт, что они не справляются с этой задачей, а потом уже выходить с предложением о расторжении договора. Договор может быть расторжен как обоюдно, как по решению суда. По решению суда, конечно, это долгий процесс, и нам это неинтересно. Все-таки мы на этой неделе, как бы, договорились, если будут работы, объем увеличен, то, естественно, продолжим работать. Если нет, то будем изыскивать возможности, варианты для того, чтобы расторжен договор, ну, вскоре на порядке. Павел Степанович, а первый покос, вот это какой срок все-таки итоговый, когда они должны закончить? У нас в этом году, вообще-то в прошлом году мы начали порядка, по-моему, 14 мая, но так как погодные условия в этом году у нас дождливые, мы начали в рамках времени. Поэтому итогом будет являться конец мая. Но в любом случае дождаться не будем, объем работы еще крайне маленький. Объем работы, на самом деле, выполнен очень маленький. Мы уже сегодня и на узкой планерке нашу эту тему обсуждали. Поэтому вызывать его будем уже сегодня и фиксировать низкий процент выполнения работы. Дабы было официальное правовое заключение и право о расторжении контракта и внесении его в реестр неблагонадежных, так сказать. Павел Степанович, ну, всего-то в продолжение. А нельзя ли делать конкурс или аукцион двухэтапным, предварительный отбор, имеющих опыт, имеющих технику и потом уже в конечном итоге только заключение договора? Почему мы каждый раз новых каких-то набираем, которые не работают? Ну, это, скорее всего, вопрос не ко мне, это именно вопрос к тому, кто готовит требования по заказу. Есть определенные правила игры, мы не правы туда вносить свои какие-то новшества. Работаем согласно правилам. Организация, которая предоставляет свои условия, и, естественно, он уменьшает стоимость работ, тот и выиграет на сегодняшний день. Поэтому здесь я комментировать ничего не могу. Есть закон, работаем согласно закону. Понятно. Спасибо, у меня все.